Продолжаем разворот. Председатель общества «Родной язык» Владимир Лендерман у нас в гостях. Напоминаем, что общество «Родной язык» предлагает провести референдум. Это в итоге уже сейчас идет сбор подписей для проведения референдума, а в итоге референдум по вопросу придания русскому языку статуса второго государственного. Вот такая беспрецедентная инициатива. Звонок у нас. Слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Я уверен, что и 10 тысяч, и 150 тысяч подписей будут собраны. И будет проведен референдум, который юридически подтвердит, что национальную направленность латвийского государства, что не будет ни второго государственного языка, что латвический народ против гражданства для русских. Вот что с этим фактом думают делать? Ну, дальше Владимир Лендерман. Как? Ну, дальше, да. Вот вся вот эта процедура. Каким образом вы будете добиваться? Ну, и насколько я понял, слушатель формулирует так, что первую стадию мы проходим, вторую стадию мы проходим, а на третьей проигрываем. Ну, во-первых, я в этом не уверен. Нет, нет, он не сказал проигрываем, он сказал, что дальше, вот каким путем дальше изменять статус государственного языка. Нет, если состоится референдум, мы будем бороться за то, чтобы собрать большинство голосов и выиграть. Единственное, что на том этапе, конечно, уже потребуется и поддержка части латышей. Но это политическая борьба. Это борьба, в которую, ну, в поле две воли, как говорит русская поговорка. А какой части вот нужна будет поддержка? Как вы посчитали, примерно? Примерно четверти. Примерно четверти, да. Думаете, это реально? Я думаю, что в этом мире реально все. Понимаете, дело в том, что национализм, как идеология, он капитально проел мозги в Латвии, капитально зомбировал сознание. И, конечно, есть часть совершенно убежденных националистов, там говорить нечего и на них рассчитывать нечего. Но есть часть людей, которые думают, а может быть действительно латышская Латвия, вот этот, ну, утопический проект, может это действительно возможно? А кто им сказал, что это невозможно? Кто им сказал? Ну да, печатаются где-то статьи в русской прессе, там что-то такое. А кто их читает из латышей? Тут мы докажем самим фактом сбора подписей. Вот представьте, если на втором этапе не 150 тысяч требуемых, а 300 тысяч подпишутся. Да для каждого латыша это будет ясно, что все, проект латышская Латвия утонул. Ничего не произошло. Вот оно, меньшинство, оно не хочет, оно не хочет этого. И без них нельзя построить, понимаете? То есть тут нужна шоковая терапия. И когда увидят вот это, тогда начнется, как бы мозги начнут немножко крутиться в другую сторону. На сегодняшний день я думаю, что вот эта часть латышей, ну скажем, вполне терпимых по отношению к русским, они не видят со стороны русских воли. Воля это магнит, который притягивает людей. Мне вот один из латышей, который пришел сейчас работать на штаб, я его спрашиваю, а почему вот вы раньше там как-то, он так вообще вне политики, ничего. Он говорит, а почему я это должен делать? Я латыш. Я-то, конечно, считаю, что несправедливо там, да, что из гражданства, из языков. Нет, ну так я вам о чем говорю, русские сами не хотят, в принципе. Они не видят. А вот сейчас хотят, это не важно, не нужно, чтобы инициаторами были тысячи людей. Вот достаточно четырех людей, мир так устроен. Допустим. От нуля там, от Адама и до наших дней мир так устроен, что все начинает крутиться, когда это хотят, может быть, немногие, ну, волю проявляют немногие, а за ними идут остальные. Из искры возгорится пламя, да? Да. Ну вот мы видим, что происходит сейчас, вот скажем, в той же Далгопилском нотариате. Ну, посмотрим, что будет дальше. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, не задумывались над таким вариантом? Подумать о значительной территории Латвии, на которой не дают официально разговаривать на родном языке. Латышам. Это Латгалия, который имеет полное право на свой официальный язык. Может быть, я не совсем правильно понял вопрос. То есть, кто не дает права? То есть, ну, может быть... Латгальский язык, наверное, имеется в виду официально. Нет, если речь идет о латгальском языке, то да, я считаю, что его статус тоже в перспективе должен быть повышен. Но и к нам обращались люди, связанные, ну, сами носители латгальского языка, латгальской культуры. Если латгальцы выступят за свой язык, то почему нет? Неграждане могут участвовать, спрашивают вот здесь? Ну, мы живем в уникальном государстве, где есть вот такая категория лиц. И да, неграждане не могут, не могут, к сожалению. Слушаем вас, пожалуйста. Алло, добрый день. Здравствуйте. Знаете, вот здесь полярное мнение. Многие считают, что эта акция приведет к ненужным обострениям. А я считаю, что совсем по-другому, понимаете? Вот вы сами упомянули, что вот были какие-то партии, которые там плохо или хорошо отстаивали интересы русскоязычного населения. Я считаю, что таких движений не должно быть. Должны быть движения, которые отстаивают демократические права людей, населяющих эту территорию. И не важно, кто ты, латыш или русский. Поэтому, значит, есть ли потребность в этом вопросе, есть в решении этого вопроса. Не важно, кто его поднимает. Русский и латыши. Его надо решать. Вы мне объясните, например, я латыш, хочу, значит, своего ребенка определить в русскую школу. Это мое демократическое право, как налогоплательщика. Его меня лишают сейчас. Или я хочу, как, значит, русский определить в какую-то иную школу, например, латышскую. Понимаете? Поэтому самая большая проблема в нашем, что у нас нет демократических устройств нашей политической жизни вообще повседневной. Поэтому этот референдум, это не против латышей. Это однозначно. Это решение тех проблем, которые надо решать в этой республике. Вот и все. Если бы еще кто-то вот так же понимал, как вот, скажем, звонивший только что. Я думаю, что вот вопрос языковой понимают очень многие. Я думаю, что многие люди не были активны еще и потому, что не верили, что найдутся лидеры, которые возьмут на соответственность. Это довольно важная вещь. Довольно важная вещь. Понимаете, жизнь простого человека, она складывается, ну как, ну он за русский язык. Ну, кроме того, он где-то работает или ищет работу. У него много хлопот, суеты. Нужны лидеры. Лидеры нужны. Я считаю, это очень важно. Владимир Линдерман у нас в гостях. Мы говорим о инициативе общества «Родной язык», который предлагает провести референдум по вопросу о придании русскому изгустатуса второго государственного. Ну, в итоге, я так понимаю, вы собираетесь добиться изменения в Конституции, потому что в Конституции записано, что у нас единственный язык, да, государственный? Да, да. Латышский. Лидическая сторона вопроса, если коротко совсем, чтобы там не слишком загружать сознание людей, она такова, что мы требуем изменения пяти статей Конституции. То есть везде, где сформулировано единственный латышский, да, то есть мы требуем изменения. Но главная, ключевая статья, это все-таки статья четвертая Конституции, все остальные с ней логически увязаны. И эта четвертая статья, она гласит, что государственным языком Латвии является латышский язык. Сегодня она так гласит. Мы хотим внести поправку. Государственными языками Латвии являются латышский и русский языки. А из этого уже следуют поправки еще несколько статей. Там, скажем, рабочий язык самоуправления и так далее, и так далее. А почему вы не начали с таких полумер, например, вот как вот все тут, значит, давайте дадим там негражданам право выбирать самоуправление, давайте придадим русскому языку статус официального? Почему сразу государственный? Я думаю, а вот именно политика полумер себя исчерпа. А вот помните, звонил... Простить кирпичей на два дома дадут один? В таком смысле? Я даже так тактически не задумываюсь. Я просто вот чувствую настроение людей. Я ориентируюсь в данном случае на настроение людей. Они хотят твердости, вот однозначной четкой позиции. Вот звонил, кстати, один слушатель. Там неважно, прав он или не прав в оценке тех событий борьбы за русские школы. Но он правильно, скорее, передал, может быть, не свое тогдашнее, а свое нынешнее настроение. Что все, надо требовать по максимуму. Они, оппоненты, националисты, они зашли слишком далеко. Слушаем вас, пожалуйста, Владимир Лендерман в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, разувидите меня, что это не провокация. Просто сейчас такая ситуация сложилась, что подождав еще, скажем, месяца 3-4, все вылезет это на поверхность, и вот и шестами начнут искать какого-то единения, связанное с экономической ситуацией. А если пойти на опережение этой ситуации, вот как вы сейчас это делаете, то можно прийти к обострению ситуации. Вот разберите меня. Да, спасибо. Ну, я, в общем, выполняю просьбу слушателя. Ничего, никакое объединение в связи с экономическими трудностями латыши не пойдут. Не надо строить себе все эти иллюзии. Потому что господствующей идеологией в латышской среде на сегодня является национализм. Не только там никакими уговорами это нельзя, так сказать, этот миф, который управляет сейчас сознанием значительная часть латышей нельзя разрушить. Но даже вот мы видим, что ситуация эта экономическая какова, и все равно этот миф очень мощный. Его можно разрушить только одним, нашей волей. Нашей волей показать, что мы отсюда не уедем. Не уедем сейчас, не уедем завтра. Русский язык здесь был всегда, есть сегодня и будет завтра. Только вот такой твердой шоковой терапией можно вот этот миф националистический о латышской Латвии, о мононациональном государстве можно разрушить. Никакими уговорами, никаким ухудшением экономической ситуации он сильнее. Люди просто не знают. Понимаете, среди многих русских живет такая неверная идея, ее СМИ часто пропагандируют, что якобы национализм это такая, ну, жуликоватая идеология, которая там, ну, просто ради выгоды. Нет, это фанатизм. Это фанатизм. Вы его ни деньгами, ни, там, какими-то логически красивыми построениями не можете разрушить. Его можно разрушить только продемонстрировав собственную волю и собственную трудность. Как бы сказав, у вас не получится. Мононациональное государство в Латвии не получится. Нас, вот подписавшихся, там, 300 тысяч человек, у вас ничего не выйдет. И только тогда начнется в их сознании откат, тогда начнется и диалог, и сотрудничество, и поиск взаимных решений, попытка исправить экономическую ситуацию и так далее. Таково мое твердое убеждение. Ну, все всегда мероприятия и предприятия разбивались вот на том этапе, где как только речь заходила о языке, о национальности. Поэтому, вот, почему и, возможно, какое-то все равно вот недоверие вот к этой вашей акции по-прежнему. Надо разбить национализм. Наша акция, главная ее цель, это доказать националистам, что мы сила, что мы способны. Они же думают, просто люди не читают большинство русских, латышскую прессу не смотрят. Я читаю ее регулярно. Там люди уверены, что Линдерман и Осипов соберут 10 тысяч подписей. Да, 90% латышей с их вот, ну, потому что зомбированы пропагандой. Да они уверены, что это какая-то маргинальная инициатива. Они не знают, что у памятника Победы 9 мая собирается там под 100 тысяч людей. Да, собираются, они так думают, какие-то старушки, неграждане, наверное, в основном, бывшие коммунисты. Им преподносится все совершенно иначе. Мы должны показать, что нас много, и что вот эта вся эта розовая дымка, весь этот, вот эта латышская, Латвия, мононациональное государство, что это не получится, потому что не может получиться. Вот этот миф надо разрушить. Тогда только возможны какое-то сотрудничество и движение вперед общее. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вопрос такой. Где ваша подруга давняя, анархистская Алина Лебедева, она с вами идет по этому пути? Она где-то пропала, с цветочными нападениями прославилась. Спасибо. Ну, естественно, то есть идет. Так, ну, я говорю, что количество людей, которые же в той или иной степени участвуют в этом деле, их много. Есть и те мои сторонники, есть сторонники там Эдуарда Сладкова, Осипова. И вообще люди, не являющиеся сторонниками ни одной из наших организаций, а просто примкнувшие к движению. Много разных людей участвуют. Звонок еще, пожалуйста. Слушаем. Владимир, у вас будущее. И не берите деревянных политтехнологов. Так, слухо слышно вас. Пожалуйста, как-то чуть отключайте радиоприемники, когда звоните. Слушаем вас, пожалуйста. Приемник, пожалуйста. Да, выключите. Я поддерживаю Владимира Риндермана. Мне очень нравится его позиция. Но он говорил насчет лидера. А лидер нам нужен не только в вопросе языка, а во многих политических вопросах. Скажем, партия Центр Согласия сегодня делает огромное отступление в своих позициях, в которых мы отдавали голоса за эту партию. И они много чего не делают. Это первое. А насчет латышского языка. Я без проблем владею латышским языком. Мне повезло, я ходил в латышский детский садик. У меня хороший слух. Я воспринимаю все гармозы и так далее и тому подобное. Но своих детей я хочу воспитывать все-таки на своем родном языке. Это первое. А сегодня мне даже иногда неприятно читать из-за позиции латвийского населения, ну, некоторых его представителей. Мне иногда даже неприятно читать описание товара в магазине, который только на латышском языке. Спасибо. Ну вот, а вы говорите, люди не поддержат. Это абсолютно правильная позиция, да? У меня тоже нет никакого комплекса. Я говорю по-латышски, но русский язык мой родной. То есть я думаю, что эта мысль не только моя. Я думаю, что очень-очень многих людей те же мысли в голове сейчас. Не снимайте наушники, у нас звонков много. Слушаем, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Я хотел спросить у Владимира Лендермана вот о чем. Перед выборами в этот сейм, да, Курбанович говорил, во-первых, то, что сейчас не время поднимать вопрос о русском языке, а о его официальном или государственном статусе. А Владимир Лендерман тоже говорил, что перед выборами, что в этой ситуации все-таки лучше голосовать за Центр Согласия, а не распылять силы между Запчел и Центром Согласия. Почему так? И прав он тогда был или нет? Просто неинтересно его мнение. Я говорю совершенно конкретно, я уже, в общем-то, высказался на эту тему. Я считал, что нужно было сделать от лица русских Латвии такое джентльменское предложение. Вот это голосование за Центр Согласия, ну, практически единодушное. Так, примерно, мои подсчеты показывают, что примерно 90% русских жителей Латвии проголосовали за Центр Согласия. Это было последнее джентльменское предупреждение. Да, да. Чтобы постепенно, да, те же вопросы, если бы я сейчас видел, что правительство, да, начало постепенно разруливать все вопросы, пусть бы оно начало с самых компромиссных, там, гражданства, например, там, голосование неграждан на муниципальных выборах. Если бы я... Знаете, как в советское время было? План, вот план на 8 лет, там, допустим, и мы решаем, зачем тогда? Тогда хорошо, давайте двигаться поэтапно, но тогда бы и стали подключать бы и представителей русскоязычного населения, как бы, к решению этих вопросов. Ну, если они пошли... Ну, после выборов началось совершенно нечто обратное, начался вот этот националистический визг, просто какой-то фонтан националистического гноя забил, вот этот вот слуцис выступил, и опять молчание в латвийской среде. Человек там вообще просто предложил чистки, просто реальные этнические чистки, то есть, чтобы, говорит, 500 тысяч русских должны из Латвии уехать. Да и русские, собственно, молчали, а что, русские не молчали, что ли? Могли бы тоже в суд обратиться, например. Ну, я обдумывал, как бы, этот вопрос, я вот думаю, ну, к чему мельтешить? Вот я сейчас буду судиться с этим американцем латышского происхождения, суд перенесут на два года вперед, и это все утонет, как бы. Нет, давайте начнем. Это тоже меня подстегнуло вот к началу этой акции. Ну, давайте уже об акции тогда скажем, вот где, что, как, кому. Значит, система такая, 10 тысяч подписей, это первый этап. 10 тысяч подписей надо нотариально заверить. Мы работаем разными методами, часть людей сами ходят к нотариусу, есть несколько нотариусов, которые уже сегодня работают по такой схеме, что людям платить не надо. Общество, которое я возглавляю, берет вот эти расходы, это два лата с человека, берет на себя. Скажем, такие нотариусы есть в Риге, Лепа, Ялгове, Даугавпис, Лудзе, Резекне. Я думаю, что со следующей недели, ну, может быть, с середины или с конца следующей недели мы договоримся с гораздо более широким кругом нотариусом, просто требуется преодолеть ряд формальности. Человек должен идти к нотариусу, взяв с собой паспорт, ну, ему, естественно, должно быть 18 лет, он должен быть, ну, вот, как я уже сказал, гражданином Латвии. В принципе, он там только должен сказать, я хочу отдать свою подпись для референдума за русский язык государственный. Все остальные бумаги у нотариуса уже есть, и дальше уже нотариус сам работает за человеку необходимое количество вопросов и оформляет документы. Телефон запишите, контактный, 266-98-104, 266-98-104, это, я так понимаю, ваш... Да, это контактный телефон штаба. Штаба общества, родной язык, да? Вопрос по СМС, не хотели бы вы встретиться с Дзинтерсом? А я не вижу, о чем нам говорить, да, то есть я хотел бы встречаться с теми, ну, политиками, допустим, ну, и в том числе латышами, ради бога, которых у меня есть какой-то шанс переубедить, посеять сомнения, да, и просто, ну, с теми людьми, с которыми есть какая-то перспектива, какого-то сотрудничества. Те люди, которые понимают, что ситуация нездоровая, да, которые понимают, что русских пытаются нагнуть, грубо говоря, а зачем Дзинтерса? Это просто будет для него пиар, как он там будет выкрикивать свои националистические лозунги, зачем мне ему помогать?